Вы знаете, из этих тысяч моих, тысяч спортсменов, которые за время моего, только прямого руководства, а это 24 года, я там 36 лет ослужил, я в отношении ни одного человека у меня неудобного себя чувствовать не могу. Замечательные ребята и девчонки, работают, трудятся, делают дело, чувствуют себя нужным для этого дела, нашли себя в жизни. Вот что вам. — Павел Максимович, в бытность вашей работы в ЦСКА, я так понимаю, что очень такой лакомый кусок, это, конечно, земля, на которой находится ЦСКА. Сколько раз к вам обращались с просьбой, с предложениями продать тот или иной кусок земли? — Да, на меня даже написали один раз, что я уже продал. Написали, очень высоко написали. Приезжала разбираться комиссия, посчитали, ее оказалось еще больше, чем у меня было в Акте. — То есть это, правда, такая болезненная тема, страшно. Центр города, на себе представьте, там каждый, не то что сотка, каждый квадратный метр, все. Мне особенно бороться ни с кем не приходилось, я просто, я просто был, наверное, убедителен в том, что все, что там есть, оно работает и оно необходимо. Не просто так, как эта земля. Это 8 гектаров в центре города. В центре города. И меня поддерживали. Смотрели, приходили. Занималось руководство у меня? Они же это все видели. Не просто я там пошел, там, значит, так убедительный, все рассказал красиво, говорю, ну ладно. На глазах же у всех, сами руководители, члены их семей, дети, внуки, люди же все это видели. Люди очень сильно поддерживались. Я вам рассказывал, ну, 52 вида где-то, тысячи людей. Это же, это реальная работа, никаких придурок. Ничего не надо придумывать. Ну, вот такая была, да, на зиму. — Павел Максимович, многие знают о вашей такой дружбе и близких достаточно отношениях с президентом страны, Дрюстаном Абишничем Газарбаевым. Расскажите, когда, как вы познакомились? Помните первую встречу? — Ну, конечно. Ну, Расскажите, когда суда из Караганды был переведен секретарем ЦК по промышленности, конечно, ему близко было это, наверное, так сказать, и родственник, это база АДК, какое-то время было потом. Я не знаю, кто им посоветовал, я не спрашивал, он переехал и посмотрел. Так получилось, что я, это 80-й год. Посмотрел, и говорит, я, наверное, буду сюда тебе приезжать. У меня такой разговор с ним был. Вот так получилось. Что будем делать? Ну, и сказал, ну что, какие возможности. Давайте начнем с этого. Вот, и начали работать. Я вообще, знаете, думаю, что ему занятия спортом, и помогли выдержать эту страшную нагрузку, которая на плече и вылегла. Страшную нагрузку. Он очень волевой и целеустремленный человек. Причем человек, который умеет терпеть. Человек, который вот конкретно вот упертый в этом деле. Он к себе такой, знаете, слово может даже применить, беспощадный. Он работает, он нигде, ни разу не схалтурил. Он работал действительно. Это все у меня на глазах. По сути дела, это само. Ну, 20 лет. А до отъезда в Астану, ну, какой-то еще несколько лет, это вообще ежедневная работа, за исключением, когда он, значит, ездил в какие-то командировки, уезжал в Москву там или еще куда-нибудь. А так почти ежедневно. Вот, это очень хороший пример. Вообще, как надо к себе относиться. И вообще, к делу. Если хочешь выглядеть как следует, если тебя уважали, то, наверное, и живешь в обществе, ты должен быть достоин своего места. Он понимал, что без этой вот физической подготовки, наверное, сложно так выглядеть. Убедительно. Я в разных ситуациях наблюдал. В самых разных. Вот, у меня ни разу не было повода чувствовать какие-то неудобства. Если не секрет, когда в последний раз с ним виделись, о чем поговорили? Ну, поговорили о жизни. Последний раз он мне вручал в армию. Сказал спасибо. Большую работу делаешь, всего тебе хорошего. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok